МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На городском пляже прошли сезонные учения МЧС на воде. Унылые фасады оживают на глазах. Махачкалинские художники приступили к разрисовке стен столичных многоэтажек. Лучшие не только в борьбе, но и в стрельбе. Дагестанские лучники стали триумфаторами чемпионата России. Об этом в спортивном блоке новостей. Цены на базовые продукты в республике продолжают расти. Об этом свидетельствует исследование Дагестанстата. Так, продовольственная корзина в регионе за месяц стала еще дороже. В настоящее время стоимость минимального набора составляет 5 616 рублей. Причину изменения значения эксперты пока не называют. Отметим, что в ежемесячную продуктовую корзину на человека входит 15 килограмм хлеба и круп, 12 килограмм картофеля по полтора килограмма фруктов и кондитерских изделий, 3 килограмма мяса и 18 килограмм молочных продуктов. Новая дорога с опережением графика. В Карабудахкенском районе завершен ремонт 16 километров полотна Урмагубден за 4 месяца до указанного срока. Автомагистраль соединяет горные районы со столицей республики. Является одним из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса Дагестана. Здесь проведен ремонт системы водоотвода, восстановлены обочины и кюветы. Выполнена очистка обвалов и осыпей, оборка неустойчивых скальных массивов. Все это стало возможным благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Всегда на чеку. Сотрудники МЧС Дагестана провели сезонные учения на городском пляже Махачкалы. В считанные минуты спасателям было необходимо вызволить из воды утопающих и оказать им первую медицинскую помощь. Накал страстей на учениях был не меньше, чем при настоящем несчастном случае. О тонкостях работы бригад на воде расскажет Карим Гамаев. Обнаружить, доплыть, вынести на берег, откачать и спасти. Чтобы помочь утопающему у водолаза и пловцов МЧС, даже несмотря на наличие катера, есть всего пару минут. Но эти отважные ребята придут на помощь только если вы купаетесь на официально зарегистрированном и оборудованном пляже. Отдыхать именно на таких песчаных берегах настоятельно просят спасатели. Много бывает детей без родителей. Ежедневно мы отправляем, выявляем детей, которые несовершеннолетние дети, сами по себе, родители где-то дома. И также отдыхающие родители. Кто-то отвлекается на телефон, кто-то в каких-то своих книжку читает, в своих беседах теряет бдительность, жара, солнце припекает. А это вот минутное, секундное даже, скажу, дело. Показать свое мастерство смогли и психологи главного управления МЧС Республики. Они также оказывали первую помощь условным пострадавшим. Работа их очень важна, ведь чем быстрее человек получит психологическую помощь, тем скорее он вернется к нормальной жизни. Ну а представители национального центра раздавали буклеты и подарили на рукавники для плавания маленьким деткам. На сегодняшний день большинство водных объектов не готовы к купальному сезону. И народ все равно идет к морю, там где нельзя купаться, ни в оборудованных местах купания, где чревато случаи несчастных случаев. Уже были такие случаи, на сегодняшний день уже три человека было спасено. Так что вот такие рейдовые мероприятия, профилактика, предупреждение отдыхающих, чтобы их отдых на сегодняшний день был плодотворный, здоровый и чтобы на пользу пришел. Наши волонтеры раздавали буклеты, рассказывали, как себя вести на воде, как провести первую помощь пострадавшему. Об этом очень неплохо показали спасатели. Были этапы спасения на воде, также были этапы от перегрева солнца, очень было познавательно. Учение носил агитационно-профилактический характер, ведь самое главное в работе спасателей – это предупредить трагедию. Карим Гамая, Саид Шагидов, новости ННТ Махачкала. Яркие граффити в этническом стиле теперь украсят фасады многоэтажных домов не только Дербента, но и Махачкалы. Основной темой художественных произведений станет творчество Расула Гамзатова. Напомним, 2023 год признан в России годом народного дагестанского поэта. Где именно появятся красочные муралы и какой смысл вложили художники в свои работы, узнавала Патимат Ханапова. Первые наброски уже видны издалека. Два рисунка по смыслу, объединенные в один большой, связывают эти красочные муралы общий скрытый смысл. Разгадать его можно, лишь прочитав произведение великого Расула Гамзатова. Пока мотив не разберешь, но после нанесения последнего штриха, говорят авторы идей, все станет понятно. Мне стали показывать банальный портрет Расула Гамзатова. Решили прочитать его произведение и на этом фоне сделать собственную композицию. То есть людям надо будет прочитать произведение, и тогда они поймут. На произведение Расула Гамзатова мой край огромным не зови. Унылые фасады здесь оживают на глазах. Муралы наносятся с торцевой стороны здания гостиницы «Каспии» на объекте по улице Буйнакского, расположенного рядом. Горожанам и гостям столицы очень интересно наблюдать за ходом работ. Многие останавливаются, фотографируют и, конечно же, ожидают завершения. Настенная живопись привлекает как молодое поколение, так и взрослых. Мне все нравится. Колорит наш. Это так замечательно, классно, что город наш преобразовывает именно колоритными рисунками. В нашем стиле. Традиционными дагестанскими, кавказскими. Завершить работы при хорошей погоде планируется в течение недели. Организаторы говорят, уличное искусство – это и самореализация для художников, культурный обмен, а еще сильный инструмент изменения городского облика. А райтеры выражают надежду, что эта практика для Махачкалы станет доброй традицией. В будущем удастся так украсить город еще и другими красочными муралами. Патимат Ханнапа, Василия Абдурахманова, Патимата Мирханова. Новости ННТ. Махачкала. Всероссийский форум, приуроченный ко Дню России, прошел в Махачкале. Секционные заседания проводились на базе Дагестанского гуманитарного института. В работе дискуссионных площадок приняли участие эксперты, ученые-сломоведы, востоковеды, историки, филологи, философы, религиозные деятели, представители органов власти, а также магистранты и студенты высших учебных заведений. На мероприятии говорили об истории страны, о роли России на международной арене и о единстве многонационального народа. Это делается для того, чтобы молодые люди понимали, что происходит, чтобы к знаменательным датам, таким как День России, мы это отмечали не только, а чтобы это было каким-то драйвером последующим. Здесь мы будем говорить о единстве многонационального народа Российской Федерации, о тех успехах, о тех возможностях для каждого народа сохранением своего этнокультурного развития, формирования общероссийской гражданской идентичности. Очень приятно находиться на гостеприимной земле Дагестана и вообще в принципе подобные форумы я считаю очень важными и проведение подобных форумов является очень важным для объединения, для того, чтобы показать молодежи хороший пример и в принципе Дагестан является очень хорошей площадкой для проведения подобных форумов. Форум продолжился в музее «Россия. Моя история» концертной программой. Кроме того, в фойе были организованы подворья национально-культурных объединений народов России и Дагестана. Здесь я представляю золотую вышивку кубачи, в которой издревле мы, кубачинки, всегда в своем родном селе мы ходим в таких вот платках, которых вы на мне видите, да. И сейчас-таки у нас это рукоделие, старинное наше женское рукоделие, которое мы унаследовали от своих прабабабушек по сей день, сохраняем, развиваем. И о спорте. В Дагестан вернулись триумфаторы чемпионата России по 3D-стрельбе из лука. Главные внутренние соревнования сезона проходили в республике Алтай. Там, в селе Каракол Ангудайского района, наши стрелки показали лучший результат в мужском командном первенстве. Победу сборной принесли Магомед Касум Имманалиев, Рамазан Амаров и Магомед Ариф Мирзаев. В финале они оказались точнее представителей Московской области. Также в активе дагестанских лучников есть две серебряные и три бронзовые медали. Всего в меткости состязались около 180 стрелков из 15 субъектов России. Это самый такой долгожданный момент. Долго добивались, охотились за ней. Два раза бронза была у нас, а вот золота не было еще командной. Встретились с Московской областью. Как раз те лучники, которые выступают на международном уровне, на Европе и на мира. Но хотелось как-то обойти их. Это нам удалось. Самый такой кульминационный момент был. Все решалось на последнем выстреле стрелы. Было вот миллиметр стрелы роли кейс у нас. Вот это все и решило. 100 очей у нас, 99 у них. Так и выиграли. Вырвали победу. Следующим крупным стартом наших стрелков станет международный турнир «Каньон» в селе Дубки Казбековского района, который пройдет в октябре. А в Каспийске подведены итоги чемпионата органов ФСБ, СКФО и ЮФО по рукопашному бою. Соревнования посвятили памяти героя России адмирала Германа Угрюмова. На татами в спорткомплексе имени Курамагомеда Курамагомедова выходили представители 11 команд из 6 регионов. Сотрудники органов безопасности показали яркие поединки. В особо зрелищной и напряженной борьбе прошли встречи за золотые медали. Лучше других себя проявили представители пограничного управления ФСБ России по Дагестану. Второе место у их коллег из управления. А тройку призеров замкнула команда из Ингушетии. В студии работала Лорианна Шимхалаева. И на этом я с вами прощаюсь. Следите за нашими новостями также в социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова